Любимые, всем привет! Вы на моем канале, вы на канале с Аленой, вы на канале Жизнь без невроза. Здесь мы с вами говорим о самом-самом главном, о вашей психике, о вашей физике, о том, как вы себя чувствуете, что вы думаете. И сегодня снова я с вами, и мы говорим о том, как достичь успеха к 30 годам. К 30 годам уже достичь успеха. Очень многие мучаются с тем, что выбрать, куда идти, чему обучаться, с чем справляться, как действовать, что предпринимать, чего не предпринимать. Давайте с вами поговорим кратко, на что нужно настроить свой мозг, на что нужно обращать внимание, чтобы к 30 годам действительно быть там, где вы хотите быть. И очень многие не понимают, что значит быть там, где я хочу. Когда я спрашиваю в консультациях, в индивидуальных, например, что под твоим пониманием там деньги, она мне рассказывает. Но я вот иду по магазину и набираю себе там вот эту одежку, вот эту, кидаю, все. Захожу в супермаркет, беру вот это, вот это без разбора. И у меня сразу складывается впечатление о том, что человек не понимает, сколько ему нужно денег, для чего ему эти деньги, что он будет с ними делать. И вот и та, и другая ситуация являются не очень-то уж и понятной. Поэтому чем понятнее нашему мозгу, что мы даем, тем проще ее и разбирать. Соответственно, когда вы даете своему мозгу понимание о том, что у меня есть, какие у меня есть способности, какие у меня есть возможности, могут ли мне помочь родители, есть ли у меня родственники, есть ли у меня связи для какого-то переобразования, переквалификации, есть ли у меня способности, где я могу их подтянуть. И для того, чтобы получить точку B, например, в 30 лет я хочу, чтобы у меня был пассивный доход, и мои курсы продавались, я за это получала или получал деньги. Или там я хочу к 30 годам, чтобы у меня было 5 квартир, которые сдавались, и я за это там жил и занимался любимым делом. Нормально? Нормально. Соответственно, что я должен сделать уже прямо сейчас, какие у меня есть навыки, как говорю, какие у меня есть способности, какие у меня есть связи, могут ли мне помочь родители, могут мне помочь родственники, где я могу заработать прямо сейчас, чтобы стартануть, какие у меня есть на этом силы, что я от этого вообще, собственно говоря, получу, как я дальше поеду, что у меня будет в моем состоянии. И очень-очень часто я, друзья, вижу в консультациях, в индивидуальном ведении, что пишут какую-то иллюзорную картину, в которой нереально что-то сделать. Так вот, чтобы успех был к 30 уже годам, нужно ответить прямо по пунктам на каждый вопрос и каждому ответу нарисовать план, план действий. Например, занимаю там, у родителей, например, финансирую вот сюда, советуюсь вот с этим, делаю вот это. И мозг ваш будет пластично-пластично развиваться в том направлении, которое вам интересно, и оно действительно вам принесет деньги. Но никогда не начинайте делать, что попало, где попало, как попало, потому что, увидите ли, другие это сделали. И понимание, для чего вам деньги, оно тоже должно быть, потому что многие, как я говорю, мне нужны деньги, мне нужны вот примерно на это. А я не умею, например, сам экономить. Вы знаете, что экономия на простом, это тоже очень большое дело. Если я распыляюсь на всем, я не могу сэкономить на глобальное. Дальше поехали. Если я хочу классно получать в жизни результат, я просто обязан или обязана жить так, чтобы в моей жизни появлялись люди, которые меня тоже вдохновляют и ведут за собой. Для этого я должен или должна быть сама или сам притягательным, интересным. И к 30 годам у людей, у которых, вот знаете, есть такая история, кем ты будешь? Аллой Пугачевой, кем ты будешь? Танцуристом, кем ты будешь? Я буду отдыхающим. В смысле? Ну, в 30 лет у меня будут деньги, чтобы я просто отдыхал. Я когда делала опрос маленьких детей, я была в шоке от этого. Соответственно, мышление и действие – это залог успеха. Кто что думает по этому поводу, пишите под этим видео. Присоединяйтесь в Телеграм, в Инстаграм, пишите свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Дальше. Деньги к 30 годам – это не всегда 3 высших образования, 7 высших. Это иногда условно хорошие условия, психическое, физическое здоровье и огромное желание создать для себя почву. Создавайте для себя благоприятную почву. Продолжение следует...